здравствуйте дорогие друзья меня зовут Светлана Волкова я рада вас видеть у себя в гостях либо на канале либо на своем сайте www.mirchurch.lunov.ru сегодня в очередной раз представлю пред вашим взором со своим последним проектом над которым я работала последнее время и связан этот проект с мотивами и узорами техники баржелла я уже в прошлом своем видео рассказывала об обложке для паспорта техники баржелла и как я рассказала сподвигнул меня в начале кросс и я уже тоже разработала технологию в кроссе каким образом там все можно делать и вначале на потемикере я вообще поставила крест просто крест из-за внешнего вида из-за того что мне там не нравилось кое-что и работала в кроссе но затем я проставила в программе потемикер все необходимые параметры и смотрю все там тоже нормально все можно видеть все видно все хорошо все можно делать и в этой мигере тоже смотрю рисуется просто идеально даже быстрее чем в кроссе потому что кросс он вообще такая программа тяжеловесная кстати в кроссе что касается других техник вышивки например хардангер там тоже не рисуешь там неправильно рисуется хардангер меня уже спрашивали несколько раз по поводу спецстежков рисуются но тоже где-то там что-то есть где-то везде какие-то есть недоделки я по спецстежкам кстати урок даже сняла для своего сайта как там с ними работать и не выложила просто и то же самое вот кстати по длинному стежку изумительные там есть конечно инструменты которых не достает мне в программе потемикера есть в кроссе но там есть такой старый древний баг наверное со времен создания кросса там кое-что не печатается распечатки длинного стежка и моя так сказать вторая идея снять такой общий курс для программы кроссе чполь и потемикер тоже я ее отставила я хотела снять именно так и это одна из причин что я все-таки там в печати не все хорошо и вторая причина то что я начала рассказывать по кроссу а потом про потемикер а потом я подумала а если человек вообще не знает эту программу потому что в этой программе далеко не все работают это не такая прям простая программа как потемикер а я тут с кроссом здравствуйте товарищи а повторять одно и то же как бы именно как создаются эти узоры мне не очень хотелось поэтому я отставила кросс хотя там у меня записан полностью огромный урок я все-все рассказываю показываю вот я могу сказать что совершенно различные технологии кроссе потемикер и решила все-таки сделать курс основываясь уже на программе потемикер так сказать наступила на горло собственной песни вообще мне бы хотелось чтобы кроссе тоже можно было все рисовать и все так и думают что вот у кросси можно сделать все нет граждане товарищи уверяю самов универсальная программа доступная для нас на данный момент который можно делать все это программа потемикер это такое как ты знаете такая машина универсал может быть она там не такая навороченная, может быть там что-то где-то не так, но в ней можно сделать практически все. Я уже неоднократно в этом убеждалась. Что касается кросса, это, знаете, такая дорогая, красивая машина, да, ну, живет много бензина и дорогие детали, можно сказать и так. В кроссе там много недоработок, если бы хотя бы это было доработано, было бы все намного лучше. Поэтому я сняла курс в программе ПТ-Микер, но я там уже освоилась после того, как я так перешла на ПТ-Микер, узоры тоже прекрасно рисуются. Конечно, нет того, что есть в кроссе, кое-чего бы я дополнила, но когда уже я вошла в эту тему, на меня посыпались эти узоры просто как изруга изобилия. Я просто садилась, рисовала, рисовала и так рисовала, и всяко рисовала. Огромное-огромное количество узоров, которых я даже ни разу в интернете не видела. Конечно, там есть свои, так сказать, узоры, так скажем, то, как они выглядят. Но что я делаю упор? Вот, я делаю упор именно на создание, а не на собственных узоров. Сразу расскажу насчет курса. Он мне состоит из трех уроков. И сразу говорю, что это не бесплатный мой проект, он немножко платный. То есть по поводу приобретения оплаты все можно прочитать на моем сайте. Из чего он состоит? Он состоит из трех уроков. Итак, в первом уроке, о чем я рассказываю? В первом уроке я рассказываю именно, как настроить программу ПТ-Микер на, как мне кажется, лучшую отрисовку длинного стежка. Именно схем в технике Боржево. Что я делаю? Куда нужно пойти? Куда тыкнуть? И что поставить? Какие необходимые параметры? И рассказываю саму технологию. В чем фишка технологии? Фишка технологии в том, чтобы меньше рисовать этот самый длинный стежок. Потому что, если вы будете рисовать крест, то рисуется он просто. Вы левой кнопочкой кликайте, у вас крестик нарисовался. Правой кнопочкой кликнули, у вас крестик исчез. Что касается длинного стежка, либо бэкстича, то все там не так просто. Там вы просто так его не удалите даже. Поэтому, в чем соль технологии, чтобы меньше рисовать, а больше пользоваться инструментами программы? Вот как раз об этом, как ими пользоваться, и какие они там есть, и как все делать быстро, легко. Вот об этом я и рассказываю. Я, конечно, уже все не смотрела узоры. Дальше уже просто показывала, какие можно сделать узоры. Вот это во втором видео я как раз рассказываю об узорах. Этот урок, это типа что-то удочки. Есть притча о том, что лучше дать людям, рыбу или удочку. Вот я рассказываю об удочке. А удочка, это которая ловит эти узоры. Узоров можно создавать в какую-нибудь маленькую тележку. И в третьем уроке я решила в этом курсе рассказать, каким образом я создавала универсальную распечатку, о которой я упоминала в своем прошлом видео. Что такое универсальная распечатка? Либо видео посмотрите, либо я эту распечатку, о которой я рассказываю в своем третьем уроке, я ее выложу на сайте. Вы можете скачать и посмотреть, каким образом она выглядит. В общем, в этом видео я рассказываю, каким образом я делаю более подробно. Я в прошлом своем видео просто тезисно рассказала, что я делаю. А здесь я рассказываю, как там делать то, как делать все. Даже если кто-то не знает, что такое проект, он вообще первый раз слышит, проект схемы в программе Potemaker. Это не обязательно знать. Я там все рассказываю, показываю, как все делать. Кстати, очень хороший инструмент. Он мне очень нравится. Он намного проще, легче с ним работать, чем, допустим, с тем же шаблоном в программе Костичпо. Я, чтобы показать, допустим, в уроке, вот вам просто показать, не что-то там продать, просто показать. Я иногда по два часа сижу и настраиваю просто печать, чтобы мне все нормально отобразилось. А все-таки в Potemaker есть очень хороший инструмент для представления своей схемы в любом варианте. Индивидуальное представление. Это проект схемы. Просто настоятельно рекомендую. И он не такой сложный, как, допустим, париться с этим шаблоном в Крусе. Не такой сложный. Я ведь год назад рассказывала о проекте схемы. Вот что меня порадовало, я даже находила тоже авторские схемы, в которых ключ сделан на основе проекта. Попадалась мне схемка на глаза и попадались даже перенаборы с проектом схемы. И я порадовалась за себя, что я не зря рассказала про проект. Это не так страшно, это очень-очень удобный инструмент. Тем более, что проект схемы легко и просто экспортируется в формат RTF. И в Word можно сделать с ним все, что угодно. Очень рекомендую тем, кто схемы разрабатывает в Potemaker, авторские схемы, рекомендую заняться проектом схемы. Очень удобная вещица. И вот как раз третий мой урок, я рассказываю именно как сделать универсальную распечатку. И про Word рассказываю, про проект рассказываю, про Adapakorabat Pro рассказываю, про титулный лист не рассказываю. У меня урок, который можно легко и просто посмотреть. Вот содержание моего курса. И о чем я еще хотела рассказать в своем таком представлении. Еще хотела рассказать о том, на чем вышивать вообще эти великолепные узоры. Влюбилась в эту технику. В прошлом видео я рассказала, что я намеревалась вышивать на Лугане. Ой, на Линде 27. Хотя, конечно, я Лугану очень люблю эту тканюшку. Конечно, можно и на Лугане вышивать. И есть такая ткань Дилана, кто не знает. Тоже отличная тканюшка. У меня вот лежит кусок тоже. Я все так думаю, куда же его, в какое место его применить. Вот. А, конечно, можно на любой счетной ткани. В том числе есть ткань Hardanger, еще куча тканей. Запас у меня приличный всяких тканюшек. И я как бы перебирала свой запас. Думаю, что же применить. Какую тканюшку. Вот больше всего у меня из запасов моих тканей есть 18 канвы. Всякая разная. Разных цветов стопочка этой канвы. И я вот решила попробовать отшивать этот узор именно на 18 канве. Я попробовала это отшить. И результат мне понравился. Я вышивала нитями ПНК на 18 канве. С собой уже придуманный узорчик. И сейчас я мотивчики, которые я вот придумала, я вот сейчас покажу. Вот таким вот образом выглядит отшитый мотивчик. И, конечно же, там получается на 18 канве вышивка более приближенная, так скажем, к классическому баржеллу. Поскольку классический баржелл это довольно крупные узоры, отшитые шерстяными нитками по стране, ну либо такой крупной сетке. А этот вариант, вот он ближе к классическому варианту. Я бы сказала, что он больше подходит именно для всяких подушек, для сумок. Давно уже так мечтаю себе вышить какую-нибудь такую красивую сумку. И все думала, в какой же технике мне вышить. И думаю, что баржелла это то, что более всего подходит. И подушки, конечно же. И я думаю, что вообще эта технология больше применима на прикладных целях. Я бы еще, наверное, применила для одежды. Наверное, это вообще неимоверная красота. Все это дело расшить баржеллу. Я только никак не могу сообразить, каким образом это сделать на ткани, чтобы это все было ровно. Что применить для этого? Пока я еще ничего на этот предмет не придумала. Просто очарована этими узорами. Это не такая распространенная технология вышивки, но очень красивая. И, кстати, я еще о чем бы не рассказала. С чем сочетается вообще эта технология баржелла? Она чаще всего его применяет, скажем, с хардангером. Вот я, кстати, в своем курсе тоже показываю, как можно применить флорентийскую вышивку с хардангером. Про хардангер я не рассказываю сразу говорю, хотя меня уже спрашивали, можно в потемикере рисовать хардангером. Да, дорогие товарищи, кто рисует в потемикере альтернативные, так сказать, виды вышивки, не только вышивку крестом. В потемикере можно прекрасно рисовать прекрасные, очень сложные схемы в технике хардангера. Изумительные схемы я это делала, но это тема не этого курса. Это вообще отдельно надо рассказывать. Вообще говорю, в потемикере можно много чего рисовать. Немножко, так скажем, в потемикере нет отображения ткани. Если бы, конечно, еще было это отображение, то было бы вообще восхитительно. Ну, в общем-то, из всех доступных программ хардангер в потемикере очень многие рисуют. В потемикере просто не не единственные программы по вышивке крестом. Есть программы, в которых прекрасно выглядит хардангер и даже, я бы сказала, маржелла. Но о них мало кто знает. И внешний вид у них хороший. Ну, я все-таки останавливаюсь именно на потемикер, поскольку потемикер практически у всех стоит на компьютере. И она такая простая. В других программах все совершенно будет по-другому работать. Там все по-другому. Там нужно заново все учиться. Каждая программа – это другое поле деятельности. Что я хочу еще показать в этом видео? Я вам покажу что-то слайд-шоу. Какие я отрисовала либо узоры, либо какие-то схемы, о которых я рассказываю опять-таки в этом курсе. За семья кланяюсь и смотрим слайд-шоу моих скринов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова